Вот что вы можете. Вы можете стучать, вы можете плакать, видеообращение делать. Вот ваши сушники, вы стукачи. Со вчерашнего вечера заголовки многих интернет-изданий и телеграм-каналов пестрят новостью о задержании скандального бойца Ильяса Якубова. Сообщается, что чеченский спортсмен был встречен правоохранительными органами в московском аэропорту, полагая по прилету из Абудаби, где проходил турнир UFC 294. Шалинского «Волка» обвиняют в публичных оправданиях террористической деятельности из-за все того же ролика, где он тренируется под речь Шамиля Басаева. Оказалось, что до этого момента он находился в федеральном розыске. Ильяс был доставлен в подразделение столичного СК, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Некоторые источники пишут, что во время допроса Якубов слезно объяснял, что понятия не имеет, кто такой Шамиль Басаев. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщает, что дело более чем серьезное. Раз он арестован, это плохо, ведь по практике, если избирается мера пресечения под стражей, то вероятнее всего приговор будет с реальным сроком. При грамотной тактике защиты и, возможно, признанием вины и другими действиями, можно постараться уйти на условный срок, считая, что в данном случае можно было бы применить иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В подтверждение случившегося, Шавхал Чурчаев просит молиться за Ильяса. «Прошу всех делать дуа за нашего брата Ильяса, пусть Всевышний даст ему свободу. Ильяс простой, добрый парень, а те, кто радуется этим новостям, иншаллах, Всевышний накажет вас». Аллафсет Мамиев также выразил слова поддержки Якубову. «Пусть Всевышний поможет нашему брату Ильясу. Я думаю, если он был бы недоволен чем-то в нашей стране или относился бы к какой-то определенной группе, он бы давно переехал в Европу или Арабские Эмираты. И у него на это были все возможности. «Человек открытый и прямой, таких в наше время остерегаются. Иншаллах, надеюсь, все будет хорошо, разберутся и отпустят». Не остался в стороне и Альфреда. «Иншаллах, выйдет, это просто недоразумение. Мы все знаем, какой он человек. Делайте дуа». А вот как отреагировал на новость о задержании Якубова Макс Дивнич. «Я бы Ильяс вообще, честно сказать, никогда в жизни не трогал. Он всегда на турнирах ко мне подходил, как-то улыбался. Так вот, Макс, там у нас есть общие знакомые. Поэтому он как-то так всегда высказывался. Ну, дружелюбно. Да, потом он начал выкладывать вот это Шамиль Басаев там и так далее. Какие-то мои вещи, там то, что я там против какого-то преступности среди мигрантов. Какие-то вещи освещаю. Ну, в публичном пространстве просто начал рассказывать. Дивнич петух там. Потом стали появляться видео, где Ильяс Якубов ищет Дивнича. Я ему два раза предлагал встретиться. Или три даже. Я уже просто устал, по-моему, повторять, что если ты хочешь встретиться, давай драться с тобой в клетке никто не будет. Ну, если у тебя есть какие-то претензии, я говорю, я их выслушаю. Поэтому, ну, награда нашла своего героя. В принципе, ну, как можно выставлять Шамиля Басаева, сепаратиста, человека, который мечтал об отделении Чечни от России, за это воевал, совершал теракты. И ты выставляешь его слова в тот момент, когда ты тренируешься. Как это можно еще назвать? Явно же ты симпатизируешь этому человеку, и его слова воспринимаешь как-то с уважением, да. Где-то, может быть, даже подражаешь ему, мечтаешь, наверное, о каком-то независимом, ичкирийском государстве. Поэтому сейчас следствие будет выяснять, что же Ильяс Якубов имел в виду, когда тренировался под высокие слова своего кумира. Многие теперь делятся предположениями, кто действительно приложил к этому руку. Первый в списках это, разумеется, вышеупомянутый Максим Дивнич и Миша Маваши, а, возможно, даже Анатолий Сульянов. А как считаете вы? Наверное, всем известно, что буквально через несколько дней у Ильяса Якубова должен был состояться бой против Вячеслава Василевского. Насущный вопрос, какова теперь его судьба, и будет ли произведена экстренная замена для славы? С ответом подоспел сам Владимир Хрюнов. Я, как и вы, узнал из новостей о задержании Ильяса. Естественно, у нас были варианты замены, и мы были готовы к любому развитию. У меня есть определенность, кто заменит его в бою с Василевским, но сейчас сказать не могу. Что вы думаете по всей этой ситуации? Дадут ли срок Ильясу Якубову, или ограничатся условкой? И считаете ли вы справедливыми данные меры пресечения по отношению к этому спортсмену? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в Ниша ММА. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok